МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ой, девочки, мальчики! Ой, какое утро-то! Вы посмотрите, прям не колыхнется ничего. После вчерашнего-то ветра сумасшедшего. Ой, прям какая красота! Птички поют, тихо. Всю ночь шел дождик. Ну, как всю ночь? Начался во втором часу. А меня сейчас Марина, подруга моя дорогая, разбудила, позвонила. Рассказала, какие там новости у нее. А ты что, говорит, спишь? Я говорю, я легла в три часа. Ну, вот как вы думаете? Это вот мне надо было вчера закончить этот чемодан. Вот во втором часу пошел дождик. Я вышла, постояла. Так хорошо. Видите? Капельки на листах. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. А, Мариша там. У нее дети собрались и уехали на неделю в Турцию. А внуки достались ей. Ой, так что весело. Там Аришка-то маленькая еще совсем. Девусенька. Так что Марина развлекается. В кино водит. Ой, как хорошо. Ой, прям даже уходить не хочется. Ой, так редко бывает. Вообще, я вот вчера пока не спала, прикинула, посмотрела видео старые. В этом году весна на две недели позже. На полмесяца. Конечно, поэтому все и возмущаются, что холодно и не так все, и не пойми чего. Вот так. Ой. Ладно, зайчики, надо. Ой, потищайник поставить. Ой, извините. Да надо просыпаться. Видели бы вы меня сейчас. Стою с голыми ногами в трусах, в футболке и в кофте. Вот в чем прелесть своего дома. В чем хочешь, чтобы вышел на улицу. А сколько же градусов, а? О, 12. Вот что значит нет ветра. Я все время говорю, было бы, уже давно была бы теплая весна, красота, если бы не было этих ветров ненормальных. Ну, все. Вышвыривается, выдувается, не пойми откуда. Ну. Это еще я подбирала ведра ночью. Все, каталась тут. Спрятала за стенку, одно в другое подставила. Ой. Ой, ну прям капельки. Посмотрите, как красиво. Ой. А у меня вон... Ой, сейчас покажу. Видите? С пустой миской. Девушка. Мила, мне даже вот и нечем тебя покормить-то. Я как раз собиралась ехать в магазин. У меня что-то все кончилось. Надо ехать. Ну ладно, надо проснуться сначала. Все. С добрым утром. С добрым утром, мои дорогие. Ну что, девочки, хвалюсь. Единственное, что, покрывала вчера лаком и салфетки, которые и так блеклые, бледные, видите, стали еще бледнее. Ну а так я довольна. Поукрашала снежинками золотыми, такими полубусинками. Вот. Вот такой получился чемодан. Он не закрывается, потому что у меня там шар большой я положила, и он не закрывается. Придется ему другое место найти. Чемодан-то сам мелкий. Вот. А в чемодане в этом будут храниться то, что я делаю сама на Новый год. Вот они всякие. Всякие. Ну, вы видели, под Новый год делала. Вот. Всякие, всякие. Вот. Вот такие вот шары. Вот. Так что это я сделала. Буду приступать к другой работе. Ой, мои хорошие, прям не могу нарадоваться. Боже мой. Прям, знаете, тишь, гладь и Божья благодать. Ну, вот, хочу сказать, а там-то вот что-то. Может, опять еще дождик будет. А ладно, мне никуда не ехать сегодня. заняться есть чем. Пусть и дождик. Ну, зато вот сделала серьги. Вот такие. Такие матовые жемчужины. Ну, это понятно, это имитация. Чего уж говорить-то. И вот такие вот подвесочки. И еще одни на подходе. Ну, с такими же подвесочками, только другие будут бусины. Из лунного камня. Пришла вот разобраться в летней комнате. У меня тут жуть. Жуткая. Бардак бардаком. Вот. И увидела зеркало. Думаю, какое зеркало грязное. Помыть надо. А потом смотрю. Это я рисовал. Уже года два назад, наверное. Ой, больше. Больше. Алинка была живая. Уж Алинки нету два с лишним года. Вот. И от того, что... Видите, что творится. Сдулась краска. Так. Теперь что делать? А чего делать надо? Наверное, замочить. Да, может, она слезет. Все равно темной не нравится мне. Можно что-то другое сделать. Вот так вот. Нахожу я себе работу. Котел тут работает. Электрический. Вот. Ладно. Надо и для этого найти время. Вот. Видите? Двенадцать градусов на улице. И нет ветра. Ни ветер, конец. Я прям дверь открыла. Свежий воздух. Белье постирала. Ой, как хорошо. Господи. Была бы всегда такая погода. Но так ведь не бывает. Так, с этим светильником на кухне я истратила весь скотч двухсторонний и прозрачный. Так что пока мне не повесить от насекомых эту сетку, через которую проходишь. Ой, а шторы это ужас, ужас. Она уже не отстирывается. Так ей лет-то уже сколько. Она у меня еще в Мурманске висела лет пять. Да уж тут почти семь лет. Господи, сколько можно-то? Вот ведь как человек, да, устроен. Пригрела. На улице хорошо. И все. И больше ничего и не надо. Ну, как не надо? Надо, конечно. Наоборот, сразу хочется разбираться, убираться. Что-то менять по-весеннему. Да, вот такое прям. Вот сколько нарциссов-то. Но вот только здесь. Вот они каждый год вот здесь, вокруг граната, самые первые цветут. Не знаю почему. Да и ветер здесь такой же. Может, какие-то ранние. Не знаю. И рябчики прям каждый день прибавляются. Цвести уже собираются. А не увижу я, видимо, в этом году всей красоты. И тюльпанов не увижу. И эти нарциссы позже расцветут. А я думаю, может их вот срезать прям, да? Думаю, в воде-то, может, они распустятся в Мурманске. Ну, хотя еще время-то есть. И аж не завтра. Может, и распустятся. И повезу с собой букет. Вот, уже собирается. Я думаю, тепло. Гляньте. Конечно, тепло. Почти 18 градусов. 18. Ха-ха. Ой, прям. Слушайте, они обещают столько. 11 обещали. Ой, прям такая тишина. И птички поют. Ой, первый день вот такой прям. Вчера такой был ветер сумасшедший, а? А сегодня прям тишина такая. Ну, наверху там чуть-чуть чего-то дует. А, сегодня ж праздник, Господи. Вот, наверное, и погода такая. Вот, одуванчики. Вот, сейчас уеду. Все заполонят. Будут одни одуванчики тут. Пока я приеду-то. Да что, ничего не поделаешь. С благовещением вас, мои дорогие. Правда, вы это видео увидите позже. Но все равно. Я вас помню. Вас всех поздравляю. Здоровья вам всем. Мира в семье. Долгих лет жизни. Поменьше проблем. Побольше радостей. Будьте все здоровы, мои золотые. Ну, вот такие еще сделала серьги. Ну, а что они? Лунный камень такой скромный. А тут такой яркий акцент. Мне нравится. Ха-ха-ха. Вот, разбиралась сейчас в комнате в летней. И нашла руку свою. Ну, не мою. Для демонстрации браслета. Вот, сделала я вот такой браслетик. Вот такой он. Ракушка, звезда морская и хвостик от рыбы. Ну, это где-то размер, наверное, не знаю, шестнадцать с половиной. Может, семнадцать. Вот он. Видите, он из двух... Да что-то не фокусируется. Из двух цепочек. Вот, но они здесь вот... Видите, как сделаны? Ну, что это? Вот. Вот такой вот браслетик на лето. И вот такой браслет с радонитом. Я его давно делала, но он у меня был на резинке. Не люблю на резинках браслеты. Нет, я их люблю носить удобно. Но... Но резинка есть резинка. Вот. Я его посадила на мамори проволоку. И вот сделала такой застежкой. Ее проще застегивать. Вот. У меня семнадцать с половиной рука. Мне прям вот... Прям... Прям вот... Только-только по руке. Если кто-то... Кто любит, чтобы было свободно... Я люблю, чтобы свободно. То, значит... Меньше размер у вас должен быть. Не семнадцать с половиной. А, наверное, тоже семнадцать. Может, шестнадцать с половиной. Вот. Вот такой вот браслет. Я совсем про эту руку забыла. Ну вот. Четыре часа дня. И погода изменилась. И в течение получаса обещают дождь. Ветер откуда взялся. Недолго музыка играла, как говорят. А он уже идет дождик. Вот такой еще. Сейчас разойдется. А я чувствую, у меня прям вдруг в сон поволокло. Ха-ха-ха. 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 Ай. Это вон, оказывается, что. Погода меняется. Ну вот и дождик. Прям так холодно сразу стало. Сейчас Саша звонила моя. У них Данте подрос и стал запрыгивать на кровать. Такой тоже характер требует. Собаки там скулят, щенки чего-то просят. А этот прям орет. Дайте и все. Вот так вот. Что, девчонки, маски-то ведь так и нет. Не, может, конечно, и явится. Коба тоже пропадал по два, по три дня. Живут своей жизнью, как хотят. А ты тут переживай, нервы себе трепи. Ужасно. Ужасно. Прям не могу. Привыкаешь к ним, как к детям. Ну ладно, я надеюсь, что явится. Нагуляется и явится. Мои хорошие, смотрите, какой шарфик. Так, весенний, прям солнечный. Вот с такими камнями. Прям так хорошо прям подобрались камушки. Такой прям вот прям. Эх! Изо всех, что у меня остались, не сделано. Его выбрала, думаю, ну такая прям расцветка. Веселенькая. Сейчас я вам покажу видео, Саша мне прислала. Ой, как отлично то, что у меня три балкона. Вот, из одного балкона я устроила мусорку. Смотрите. Здесь вот у меня получается целлофан. Здесь у меня получается, присланный, получается, картон. Здесь у меня крышки. А здесь у меня получается пластик. Ну вот сейчас его еще мало, еще пока, потому что до этого тут было, наверное, ну где-то там получается пакетов 9. Вот, здесь у нас что? Вот, короче, картон и бумага. Вот так вот. Тут у меня все животные. Не лезь. Тайга. Нет, не лезь. Вот, наверное, люди сейчас скажут. Вот какая свинья-то дочь у нее. Вот бардак-то развела на балконе. А это не бардак, мои дорогие. Это называется раздельный сбор мусора. Вот молодежь такая ответственная. Вот это все отдельно собирают. Мало того, они едут к Икея, к магазину. Там от них прилично ехать. И там, около магазина Икея, есть специальный сбор, ну, пункт, где можно сдать раздельно вот этот мусор. И вот они грузят машину, все наберут, много загрузят машину и везут, сдают. А крышечки они сдают пластиковые в другую организацию. Там что-то, в общем, короче говоря, деньги от этого, от этих крышечек идут больным детям. И что очень приятно, что сейчас молодежи очень много, вот, которые занимаются, сдают этот мусор раздельный. Вот у них практически все знакомые, все друзья, все этим делом занимаются. Вот молодцы. Я это так приветствую. Я сама терпеть не могу вот это вот засирание земли. Молодцы, ребята. Молодцы. Вот не лень, да, собирать, возить, отвозить. У нас же как люди привыкли. В мусорку идти надо два шага, они пойдут и по дороге выбросят. Вот как погода-то изменилась, девчонки. Какой день-то был тёплый, да и тихий. А вон к вечеру чего. Опять ветрища, холод. Ой. Вот, заката сегодня не было. Поэтому я с вами прощаюсь. Так, в темноте. Мои бусины все тут. Не пойми чего. Что поотрывалось, что поперепуталось. Вот. Короче говоря, мои дорогие. Время уже много. Уже хорошего вечера и желать нечего. Уже спать давно пора ложиться. Я всё сидела, шарф делала. Так что всем, мои дорогие, спокойной ночи. Пусть у вас ничего не болит. Сегодня праздник был большой, но я не могу ничего не делать. Да для меня это не работа, а сплошное удовольствие. Как моя бабушка говорила, она всегда в празднике шила. И говорила, что Бог любит, кто работает. Вот так. Ну, давайте, мои дорогие. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok